Еще одно событие 31 января – это то, что начались крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны. Проходят они недалеко от границ России, называются «Стойкий защитник-2024» и продлятся они по 31 мая. Ну, уже очевидно, что это сигнал Кремлю. Скажите, по вашему мнению, какова возможная реакция в Кремле будет? Ну, Кремле реакция уже есть, словесная есть. То есть, они говорят, что это там гибридная война против Российской Федерации или бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот. То есть, здесь все понятно, что на словах, конечно, они будут там протестовать и так далее. Вот. Но НАТО имеет право проводить свои учения. Они, естественно, уведомили Российскую Федерацию о том заранее, чтобы все это дело будет происходить. Вот. И отрабатывают механизмы ответа на потенциальную российскую агрессию. Это очень важная вещь для НАТО. Потому что НАТО таким образом показывает, потому что там 90 тысяч человек участвует, там очень много техники, там, ну, 50 кораблей военных в Балтийском море. Вот. Там самолеты, танки и так далее. То есть, там много стран участвует. В частности, кстати, Финляндия и Швеция, по-моему, первый раз как полноправные члены НАТО участвуют. Хотя Швеция еще не закончила процедуру. Но уже практически все блокирующие пакеты сняты. То есть, Турция проголосовала в парламенте. Венгрия проголосовала в парламенте. То есть, на всех надавили. Все проходит как надо. И это очень хорошо, потому что американцы, кстати, перебросили свои части. Вот. То есть, это пробуждает немножко европейские страны и готовит их к потенциальной агрессии Российской Федерации. И приводит, самое главное, в состояние боевой готовности. То есть, вот те истории, которые там ходят по интернету, конспирологические теории, допустим, Валерий Дмитриевич Соловьяк, который рассказывает, что Россия готовится к какой-то там гибридной войне против НАТО. Вот ей ответ эти самые учили. Вот. Так что, это, в принципе, хорошая вещь. Но, с другой стороны, это все-таки эскалация какая-то. Хотя она, конечно, такая непрямая военная, но, тем не менее, нагнетание некоторой обстановки у границ Российской Федерации. Это одновременно укладывается и в дискурс российский, потому что Российская Федерация всегда говорит, что вот НАТО там всегда готовится нападать. И таким образом, конечно, когда проходит учение, то это и льет медницу и на дискурс Путина. Вот. Ну, посмотрим, как это все будет дело происходить. Ну, с другой стороны, Путин боится силы, а это демонстрация силы. И, в общем, это нормальная вещь. Сергей Олегович, то есть я правильно понимаю, что вот эти вот учения сейчас у границ России, они не остудят риторику так называемых ястребов Кремля? Нет, потому что это вещь, которая работает на оба лагеря. Потому что чем больше риторика ястребов в России, тем законнее цель этих учений. И чем успешнее проходят эти учения, тем аргументирование риторика ястребов в России. То есть, на самом деле, ведь холодная война на этом и строилась. Холодная война – это война, так сказать, риторики, война пропаганды с обеих сторон и война такая демонстративная, демонстрация мускулов без вступления в прямое военное вооруженное соприкосновение. Сейчас поговорим о новой военной доктрине Беларуси, почему она ее меняет. Недавно от Белорусского Минобороны были сообщения о том, что в эту свою новую военную доктрину они будут включать ядерное оружие. Непонятно, каким образом, потому что тактическое ядерное оружие, даже если оно и есть на территории Беларуси, то это российское тактическое ядерное оружие. Тут свежее заявление Министерства обороны Беларуси о том, что Минск в своей новой военной доктрине закрепит готовность Беларуси быть площадкой для урегулирования конфликтов. Что происходит вокруг новой военной доктрины Беларуси и вот как трактовать эти официальные сообщения, которые от Белорусского Минобороны звучат? Ну, с одной стороны, это логичная вещь, потому что когда изменяется обстановка, причем изменяется радикально, потому что перебазирование российского тактического ядерного оружия на территорию Беларуси, это изменение кардинальное, вообще геополитической обстановки, геостратегической обстановки в Восточной и Центральной Европе. Вот, и под это, конечно, логично должна изменяться и военная доктрина Беларуси. То есть, в этом смысле здесь ничего нет не экстраординарного. Это логика такая. То есть, если изменится обстановка, нужно под нее подгонять военную доктрину. Вот, дальше, сама по себе военная доктрина, это, в общем, она ничего, строго говоря, на что не влияет сразу. И это, ведь военная доктрина, это просто принципы организации вооруженных сил и принципы использования вооруженных сил в геополитических конфликтах и в геополитической ситуации. То есть, это такая больше теоретическая вещь, чем практическая. Но за ней дальше выстраиваются практические вещи, за ней дальше выстраивается строительство военное, формирование и структура вооруженных сил, взаимодействие вооруженных сил и так далее. То есть, на самом деле, такая внутренняя бюрократия военная, которая пока она остается бюрократией, она ничего не значит. А вот, когда эта бюрократия за собой начинает вести какие-то практические изменения, практические шаги, то, безусловно, она будет напрягать, потому что страны, которые являются граничащими с Белоруссией, они тоже будут реагировать на это дело, тоже менять свои доктрины или подгонять их как-то, или готовиться изучать, какое изменение происходит в Белоруссии. И самое главное другое, это самое главное, вот то, что вы сказали, что, в принципе, получается так, что Беларусь становится ядерной державой. То есть, если она себе в свою военную доктрину встраивает российское военное оружие, но в свою военную доктрину, то получается, что она, в общем-то, становится практически самостоятельной ядерной державой. И мы, кстати, до конца сейчас еще не понимаем, на самом деле, у кого ядерная кнопка от этого оружия, потому что Лукашенко несколько раз сделал заявление, которые оставляли сомнения, то есть он надувал щеки и говорил, что он чуть ли не хозяин этого ядерного оружия. А это принципиальные изменения, то есть это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и так далее со всеми последствиями. В том числе, кстати, и нарушение Будапештского меморандума, которое Российская Федерация и так нарушила в отношении Украины. Но, с другой стороны, само это перебазирование российского ядерного оружия тактического на территории Беларуси открывает совершенно большую дверь, которая и так была открыта. Когда Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, она фактически предоставила Украине право вернуть себе ядерный статус. И когда она в Беларуси передала свое тактическое ядерное оружие, она сделала еще шажок к тому, чтобы Украина получила по закону ядерный статус. То есть в этом смысле будем смотреть. Пока что это не меняет ничего в реальной конкретной политике, но стратегически это меняет очень многое. Субтитры создавал DimaTorzok